И всем привет ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен про битвам, возвращением в них. И сегодня я нашел, ну довольно таки неплохую каточку, мы уже сыграли здесь где-то наверное около минут так 15-20, может даже чуть-чуть побольше. У нас каточка на 500 точек, это полигон ЦП, все тот же самый полигон, который я записывал относительно недавно с про битв, в которых я рассказывал что да как происходит. Зашли с ребятами в довольно неплохую каточку, где фонд был где-то около 20 тысяч, у противников здесь было где-то по полторушке очков, у нас ничего не было, то есть это ну можно сказать такая мини грабочка. Которую попробуем сейчас в рамках этого видоса завершить, посмотреть что у нас из этого получится, осталось у нас до конца 150 точек, мы здесь вообще проигрывали 450 на где-то точек 50, ну просто в соло сливали здесь ребята катку, я заметил, думаю, блин, давайте попробуем ее забрать на видос, ну и посмотреть что из этого всего получится. Поэтому скатаем катулечку, к сожалению пока что таких каток в про битвах супер супер мало, это все так же спорт режим, да, то есть это режим в котором даже не имея вооружения вы можете зайти и спокойно поиграть и пофармить то самое главное кристаллов, да, ну и я надеюсь что в ближайшем будущем такие режимы у нас будут пользоваться спросом. Я сейчас в рамках этого видоса постараюсь здесь чуть больше очков позарабатывать, ну и там уже посмотрим что у нас из этого выйдет, посмотрим сколько нам кристаллов закатку дадут. Я все так же на паладин игроме, не знаю почему, но мне как-то зашел, зашел, зашел этот замечательный паладин игром, очень неплохо он сочетается, ну и попробуем сейчас его чуть грамотнее реализовать. Здесь у нас полигон на три целых точки, поэтому наша задача вместе с вами постараться поконтролировать точки, нам каких-то ботинков здесь накидывают. Вообще ласт тип стоит АФК уже на протяжении долгого времени, может тут какие-то типы мультов бросают, может еще что-то, я не знаю. Но какие-то заходят ребяточки и ничего к сожалению у нас в катках не делают. Ну ладно, ничего страшного, я думаю что это нам особо здесь мешать не должно. Будем стараться выигрывать катку, при том что у нас осталось всего лишь 130 точек до конца. Если мы будем контролировать три точки к ряду, то здесь можно довольно-таки быстро эту катку завершить. Плюс паладина в том, что вы можете прожать хороший овердрайв и законтролить довольно неплохо противника. Поэтому я его в принципе здесь в таких прошечках и использую. Мне этот замечательный корпус нравится, как он работает и что можно с ним вообще делать в целом. Поэтому будем пробовать эту комбинацию в рамках уже этого боя реализовывать. По бою здесь у нас получается прошло 80 минут с начала. 30 тысяч фонда для такой катки, если считать сверху премку, то это уже 60 очка. 60 очка, ну на нашу тиму если распределит вкусно прям фонд, то можно здесь ну наверное неплохой такой кусочек оторвать. И уже смотреть и сравнивать с теми же, например матчмейкинговыми катками, сколько можно было бы в матчмейкинге за это время получить. Блин, уже второй раз падаю в минус на этой карте. Не знаю, как-то этот паладин супер неустойчивый, если сравнивать его например с аресом, то арес в этом плане смотрится супер-супер круто. Ну и понятное дело, что дабы зайти в эту катку, я тут ребят подозвал, подозвал Стаса, подозвал Хики, подозвал Пашу. Дабы эта гроба длилась не так долго, ну и я бы не сказал, что она знаете там прям супер жесткая, там много фонда, много бодоса. Нет, ничего такого сверхъестественного, но в принципе такая лайтовенькая каточка, вкусненькая пойдет, почему нет. Почему бы и не скатать такую катулечку, когда есть возможность ее еще и в рамках видосов записать. И что-нибудь интересное получить. Что касаемо вообще в целом спорт режима, то я скажу, что надеюсь в будущем он будет актуален. Он супер интересен для меня лично и с тем раскладом то, что здесь может быть любое вооружение, да, то есть любое звание может зайти на эту катку, да, и спокойно играть без особых проблем. Это конечно супер круто, это прям супер круто. Если раньше, например, у любого игрока, да, там например там штаб сержанта, как сейчас, не было возможности залететь в такую катку, то сейчас эта возможность у ребят имеется и можно неплохо так пофармить. И я только вот не знаю, сколько дают, а здесь же опыт не за звание начисляется, здесь за урон начисляется, тогда здесь в принципе и кристаллов должны давать за каждый килл. Это этих игроков даже, которые не имеют полную прокачку и не имеют хорошее звание, должны все равно давать. То есть с точки зрения экономики игры здесь все супер-супер стабильно и круто. Так, до конца катки у нас остается 90 точек, у меня уже на протяжении долгого времени есть овердрайв, который я до сих пор не реализовал. Надо будет сейчас попробовать его куда-то прожать, левую зону мы вроде как неплохо контролируем. По сути здесь для победы достаточно вообще контроля двух точек, если две точки контролятся, то это уже неплохо. И можно с двумя даже здесь потихонечку, помаленечку заканчивать каточку и забирать неплохой бабусик. Ну и по киллам, по опыту у меня тоже уже здесь неплохой результат образуется. Так что мы должны эту каточку легенькую забирать, можно даже здесь сейчас овердрайв прожать, там у Крусейдера вроде как оверка тоже имеется. Не знаю, что он там сводится, не сводится, а он просто ждет момента, понял. Ждет момента, когда реализовать эту замечательную сосулю. Ну, здесь под контролингом даже по две точки неплохо. Как я и сказал, этот тип оказывается мультом зашел, что-то какую-то дичь, что выписывает в чате, боже. Вот это за типы даже в про-битвах на сегодняшний день есть такие дурачки. Я не думал, что они до сих пор еще сохранились в нашем матчмейкинге. Которые там заходят мультить, выписывать какую-то дичь в чате, боже. Серьезно. Я уже думал, что в про-битвы избавились от этого мусора. И такого мусора уже в таких боях нету. Но, к сожалению, такие игроки, как вы видите, еще до сих пор здесь сохраняются. И хоть и у нас тут нету супер какой-то жесткой конкуренции. Ну, сначала была, конечно, тут нормально врывчики было, что-то интересное. Пока противничек сопротивлялся. Ну, сейчас уже как такового сопротивления у нас нету. Кто-то еще за нас заходит. Я, честно, даже не знаю, какой ник был старым у этого игрока времени. Ну, ладно, заходит в друзьях. Поможет быстренько завершить эту катку. Вообще, такие катки, если бы работали с точки зрения спорт-режима в не матчмейкинговой версии, да, полигона цепа. Если бы здесь была бы катка обычная, дефолтная на одну точку, я думаю, что она бы смотрелась бы еще бы куда интересней. Ну, и самый главный плюс спорт-режима, это, конечно же, то, что здесь нету нулевого урона. Я иногда забываю об этом говорить, но это, наверное, самая главная вещь и самое главное преимущество таких режимов в про-битвах от матчмейкинговых каток. Да, то есть, когда в матчмейкинге вы играете и просто все, что вы имеете, это противника, даже если и не сильного, но который может вас за счет нулевого урона переиграть, то здесь этих проблем нету и спокойно с респа уже начинается хорошая контентовая рубочка. Этим я считаю, что и про-битвы в дальнейшем будут еще более актуальны. И главное, чтобы они пользовались спросом, чтобы у игроков был интерес заходить сюда и забирать неплохие циферки. Да, то есть, 30-ка уже вкусная имеется. Как я уже сказал, что с премочкой это получается у нас x2, это то есть бодрячковый, сколько получается можно? 60-ка фонда, ну я не знаю, сколько здесь, конечно, дадут закатку, но по цифрам уже смотрится довольно-таки симпатично. Ну и 50 точек у нас остается до конца. Я думаю, что сейчас в ближайшее время быстрее закрутим. Я, честно, даже уже забыл, сколько у нас крутится за минуту точек. Раньше я эти все даже цифры знал, сколько накручивается за определенное время, сколько можно зафармить. Ну и что касаемо грабок и таких вот интересных каток в пробитвах, пишите, что вы думаете по этому поводу, хотите их вообще видеть чаще. Все-таки для меня лично это тот контент, который когда-то давно я вообще мог записывать очень и очень часто, но на тот момент времени я еще не занимался ютубом, не записывал видосы. Сейчас, когда у нас вернулись эти пробитвы, вернулись такие вот, возможно, супер крутые и интересные катки, эта возможность у нас появилась. И, соответственно, если вам это интересно, то я буду стараться таких каток записывать намного-намного больше и намного чаще. Все-таки грабилочки, в моем понимании, это что-то интересное и то, что на дистанции, ну, должно быть очень-очень круто. Так, в очередной раз этот Крусейдер сосуличку под меня оставляет, я понял. Нормальная работа контентовая, так сказать. Так, 30 точек уже осталось. Я чуть-чуть приболел, поэтому, если что, извиняюсь за кашель. Сильно, как говорится, не хейтите. Так, ну и все, контролинг респа. Здесь уже не должно быть у нас никаких проблем. Должны уже заканчивать эту замечательную катку. И, к слову, о том, что здесь идут очки за урон, за урон, а не за киллы. Это тоже очень крутая вещь, которая, по моему мнению, тоже должна быть в матчмейкинге, которой нет. И вот это вот распределение за килл очков, а не за урон, оно, как по мне, не является грамотным. Ну и плюс, я уже много раз говорил, что если у нас, например, в табе появится урончик, это будет тоже супер-супер круто. Да, это какой-то, короче, обижник залетел, я так понял. Пытается мне еще что-то мешать. Правные, конечно, игроки до сих пор появляются в нашем замечательном матчмейкинге. Ну, что поделаешь. Что есть, то есть. Какие есть игроки. От них, как говорится, никуда не денешься, оказывается. Хотя, я думал, что они уже давно вымерли и в нашу игру уже давно не играют. Но, оказывается, они еще у нас присутствуют. Так, шесть точек до конца. Супер круто. Заодно сейчас мы узнаем, сколько мы за такую каточку заработаем кристаллов. Также пишите, какие вообще вооружения в таких катках лучше использовать. Потому что я вот уже второй бой играю на паладин на громе. И он так, ну, неплохо, наверное, заходит. Я, честно говоря, думал, что есть какие-то еще неплохие альтернативы. Но все равно остановился на этом вооружении. И мы забираем за каточку 12 тысяч. Приятненько. Супер. Буквально где-то за полчасика мы с ребятами, то есть четвером, ну и можно сказать, еще пират карибский залетел к нам. Сумели заработать довольно неплохие цифры. Если сравнивать с матчмейкингом, то я скажу, что в такой катке можно кристаллов получить значительно больше. Значительно больше. Ну и нужно, конечно, понимать, что это довольно маленькая катка, то есть получасовая. Если бы это был бы подольше какой-то боечек, то, ну, я думаю, что можно было бы прям получить какие-то суперинтересные цифры. Заформить какие-нибудь там, знаете, 50 тысяч кри, которые в матчмейкинге вообще невозможно получить. Ну и вообще, такие пробитвы для меня лично смотрятся суперкруто и суперинтересно. Сейчас еще посмотрим, сколько мы заработали опыта. Кристаллов я заработал 12 тысяч за эту катку, а опыта заработал за этот бой 9 тысяч. То есть, по соотношению и по коэффициенту тоже довольно-таки приятно. Но нужно понимать, что такие бои будут актуальны с точки зрения там грабы, с точки зрения фарма. Только в том случае, если вы будете выигрывать. Если вы будете такие бои проигрывать, к сожалению, большого количества кристаллов вы с таких каток заработать не сможете. Пишите, что вы думаете по поводу такой вот каточки. Интересно ли вам было бы смотреть на подобные грабы? Ну, понятное дело, что это какая-то, ну не граба, а минимальная какая-то такая каточка, которую мы забрали. И на дистанции можно, наверное, играть более какие-то жесткие катки, более долгие. Там просто под конец записывать видос. Если вам это интересно, то поддерживайте обязательно данный видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте кем. Мой личный тег это тег TeamP. Устанавливайте его, поддерживайте меня. И, конечно же, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.